В отличие от Волги, на сухой Самарке лёд встал без торосов. Ровная снежная гладь встречает охотников за рыбой. Людей на льду практически нет. Можно выбирать абсолютно любые места. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот отшумели новогодние сейерверки. Лёд стал крепким, пришли крещенские морозы, и мы отправились на рыбалку. Доехали на сухую Самарку. Пробуем искать своё рыбацкое счастье. Юра решил поискать подлесчика с помощью гирлянды чертиков в разных горизонтах. Но поклёвки не последовало. Но оно и понятно. Давление высокое, небо чистое, солнце яркое. Настоящая окунёвая погода. Поэтому надо искать окуня. Но на сухой Самарке окунь очень мелкий. Пару часов мы всё-таки посвятили поиску более крупных экземпляров. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но, похоже, надо все-таки менять место. Поедем на дальний кордон. Даже Прикорм не смог победить и изменить ситуацию. Субтитры сделал DimaTorzok Белая рыба просто отказывается клевать. Но не ее погода сегодня. Окунь поклевывает только какой-то все мелкий. Вот такой вот на сухой Самарке окушок. Надо искать в других местах. Ну вот, сменили место. Глубина здесь еще мельче. Но, возможно, окунь крутится на этих местах. Вот одного удалось выдернуть. Пока тишина. Место перспективное. Поваленное дерево. Под водой ветки затопленные. Должен здесь быть хищный окунь. И вновь сменили место. И снова никого. Значит, рыбы много. Сейчас мы ее найдем. Нашли старые лунки. Сделали новых. И обнаружили, что окунь здесь скопился в достаточном количестве. Только успевай. Поклевки практически на каждой проводке. Это первый хорошенький окушок. Вот он красавец какая. Вот он такой вот балансирчик. Оторвался у него во рту этот балансирчик. Ну, хорошо, что остался с нами. Сейчас будем продолжать искать таких горбылей. Но горбыли об этом не знали. И подсылали все в какую-то мелочевку. А мы упорно продолжали их искать. Ну, вот балансирчик надо побольше поставить. Вот я вот сейчас пятерку поставил. Влетел вот этот окушок. На эту блесенку я, конечно, тоже отлавливал нормальных экземпляров. Мне кажется, надо разбурить здесь площадочку побольше. Вокруг тишь да гладь. Божья благодать. А кто-то говорил, рыбы не будет. Все попрятали в ведро. Мимо проходящего рыбакам, так и скажем, не клюет. А мимо никто и не собирается идти. А мелкий окунь так и продолжает клевать. То ли он не подпускает крупняка к нашим балансирам, то ли крупняк все-таки куда-то свалил. Рыба все прибавляется и прибавляется. Так, глядишь, целое ведро наловим. Конечно, в марлечке сложить их. Может, на закате крупняк выйдет поохотиться. Но на закате так никто и не появился. И поэтому пора собираться в путь-дорогу. Ну что ж, дорогие друзья, первый выезд этого года на рыбалку состоялся. И он вышел достаточно удачным. Вот такой прекрасный окунь порадовал нас своей поклевкой. Будет вкусная жареха. Ну а на этом наша программа прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова